Передавать через фотоснимок не просто изображение объекта, а целую историю с особым характером, настроением. Не в этом ли главная ценность фотографии как искусство? С 19 сентября вниманию посетителей Московского дома фотографии представлена необычная выставка, авторы которой через свои работы знакомят посетителей с интересным, увлекательным миром атома, историей и современностью атомной энергетики. Фотовыставка «Когда из разрушения творятся токи новых сил» приурочена к 60-летию атомной энергетики. Основой экспозиции стали работы двух авторов – специалиста Управления информацией и общественных связей Калининской АЭС, ветерана атомной энергетики Евгения Фадина и молодого талантливого фотохудожника Жени Миронова. Творчество двух Евгениев подарило всем ценителям фотоискусства уникальную возможность составить свое представление о ядерных технологиях. От физических процессов на уровне атомов до сложных систем, агрегатов, зданий, современных ядерных объектов. Евгений Фадин работает на Калининской АЭС с 1980 года. За это время ему удалось создать настоящую фотохронику развития станции – от всесоюзной ударной комсомольской стройки до наших дней. 34 года назад строящаяся Калининская атомная станция, будучи молодым человеком, 29 лет, меня это дело захватило, и я решил посвятить свою жизнь этому. Вот результат – 63 года. Спасибо вам. Помимо работ, посвященных Калининской АЭС, в экспозицию вошли снимки, сделанные Фадиным на Белоярской и Ленинградской АЭС в 2014 году. Ранее они нигде не публиковались и не экспонировались. Женя Миронов – молодой, но уже уверенно заявивший о себе автор, участник фото-биеннале 2014 и номинант премии Кандинского этого года. На выставке он представил две серии работ, созданных специально для этого проекта – «Метафоры атомных сред» и «Природа атома». На диптихах Жени, взаимосвязанных сериях из двух фотографий, запечатлены фрагменты повседневной действительности сложных атомных объектов и те аналогии, которые эта технологическая картина вызвала у фотохудожника, но уже найденные в природе, вне АЭС. Серия работ, раскрывающих суть процессов ядерной физики – это особым образом созданные фотографии привычных нам вещей, но благодаря специальной технике съемки, обработки и, конечно же, фантазии автора, они демонстрируют зрителю невидимый человеку мир атомов-электронов. Особенным разделом выставки стали работы участников открытого фотоконкурса, проведенного концерном «Росэнергоатом» в городах, где расположены объекты атомной энергетики. Конкурс проводился в пяти номинациях. В экспозицию вошли 60 лучших из 3000 присланных на конкурс фотографий. Участник из Удомли, работник подрядной организации «Калининская АЭС» ЗАО «Сезам» Александр Лазебник в этом конкурсе занял третье место. Как фотограф, который занимается фотографией больше 30 лет, я, естественно, должен был принять участие в этой фотовыставке. Я, как производитель работ на атомной станции, всегда работаю с людьми. Атомная станция строится руками трудолюбивых людей, поэтому хочется заснять их труд. На торжественном открытии фотовыставки гостей и участников поприветствовала и поздравила с юбилеем атомной энергетики основатель и директор Московского дома фотографии и мультимедиа-арт-музея «Москва» Ольга Свиблова. У нас не так много умных праздников. И у нас не так много того, чем мы гордимся. А то, что у нас есть область, в которой мы впереди планеты всей, это как раз энергетика и это атомная энергетика. Поэтому сегодня праздник у всех. Приятно, когда мы можем гордиться, что у нас тут получается лучше всего. По мнению создателей и организаторов выставки «Ценители искусства», АЭС действительно является фотогеничным, интересным для съемки объектом. А яркие фотоработы, предоставленные на выставку, пробуждают неподдельное желание увидеть АЭС и своими глазами. После работы над этой выставкой атомная энергетика мне стала ближе. Вот правда. То есть для человека, который с этим никак не соприкасается профессионально, это все-таки очень отвлеченная какая-то сфера, хотя мы все пользуемся плодами этой отрасли. То есть они присутствуют, безусловно, в нашей повседневности, но мы как-то не думаем об этом. Вот эта выставка, я думаю, что она такой же эффект, такое же действие будет оказывать не только на меня, но и на тех людей, которые придут сюда и увидят. Фотовыставка «Когда из разрушения творятся токи новых сил» в Московском доме фотографий будет работать до 5 октября. Дмитрий Ермаков, Евгений Фадин, Управление информации и общественных связей, Калининская АЭС.